1906 год стал знаковым для жителей Казани, ведь его принято считать годом зарождения татарского театра. Его здание располагается на берегу озера Кабан и уже давно обрело статус одного из самых узнаваемых в столице Республики Татарстан. В 1939 году театр обрел официальное название – Татарский государственный академический театр имени Гляскара Камала. Но время идет и совершенно нормально, что модернизация города и уже привычных нам объектов неизбежна. Именно поэтому по итогам конкурса на разработку архитектурных концепций театра Камала вовсю идет стройка проекта. В феврале 2024 года был проведен международный конкурс на лучший проект нового театра Камала. Было 8 участников, были команды коллаборации казанские и международные. И выиграла команда из Китая с коллаборацией с Татинвест-гражданным проектом с архитектором Германом Алексеевичем Бакулиным. Само место для нового театра выбрано символическое, оно тоже находится на озере Кабан, как и старое здание театра. Концепции были все абсолютно разные. Ну и выиграла концепции в виде такого кристалла, можно так сказать, либо айсберга, может быть. Геометрия нового театра навеяна редким природным явлением – ледяными цветами на озере Кабан. Зимой объем здания сольется с окружающей средой и станет частью облика озера. Летом единение места с природой будет обеспечено за счет многогранного отражения прозрачных фасадов в водной глади. Заостренность, устремленность – характерные черты татарской культуры, архитектуры и искусства. Новое здание задумано как часть топографии места, как парк с пешеходными маршрутами и рекреационными зонами, интегрированными и продолжающими существующее благоустройство набережных. Вообще театр, как правило, для театра даже не главное здание, для театра главная труппа. Театральная труппа, которая, собственно, долгое время существует. И для современного использования, для современных постановок, скажем так, старое здание театра уже не совсем удобно и подходит. И, в принципе, оно было сделано в таких достаточно сжатых, компактных условиях, в условиях реконструкции Казани. И оно изначально уже было тесноватое. Но я бы назвал этот стиль деконструктивизм. То есть это такое, ну, крупные объемы, перемешанные между собой. Внутри была визуализация интерьеров. Они выполнены в таком национальном стиле, с элементами орнаментов, росписей. К развитию и реализации проекта было выделено почти 500 миллионов рублей. А площадь пространства займет более двух гектаров. Строительство нового театра имени Гляскара Камала – важный шаг в развитии культурной среды Казани. Ожидается, что после открытия театра он станет не только центром культурной жизни, но и новой достопримечательностью города. Благодаря современному дизайну и уникальному расположению, новый театр будет привлекать внимание и вдохновлять посетителей со всего мира. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости.